Казахстану интересны корейские ядерные технологии. Такое мнение высказал вице-министр энергетики. Делегация под руководством Жандоса Нурмагамбетова посетила АЭС на юге Кореи. По словам представителя Минэнерго, наша страна готова рассматривать строительство атомной станции по корейской технологии. Однако окончательное решение по этому вопросу примет казахстанское правительство, рассказал Жандос Нурмагамбетов и о переговорах с другими странами, которые вошли в шорт-лист поставщиков для строительства атомной электростанции. В частности, эксперты пребывали в России и Китае, а в следующем месяце запланировано посещение французских станций. Ранее сообщалось, что АЭС в Казахстане может быть построена к 2035 году. Вице-министр отметил, важно просчитать, какая нагрузка на энергосистему будет через 10 лет. Ведутся работы по определению стратегии, по объему правильному в системе энергетической Казахстана, какой объем доли атомной энергетики должны быть, такие расчеты проводятся. И да, в ближайшее время сейчас нужно определиться с технологией, в первую очередь, и соображением безопасности, в первую очередь, и во вторую очередь, с тем, чтобы она органично описалась в нашу энергосистему. Ну и третий вопрос, понятно, это ценовые предложения, чтобы та станция, которая строится, она служила интересам Казахстана и адекватная стоимость электронной, произведенной этой станции была. Первую базовую станцию 4G компания Huawei Technologies построила в Казахстане в 2010 году. С тех пор их количество разрослось до 15 тысяч. Благодаря этому казахстанцы ежедневно могут пользоваться быстрой сетью. На площадке Astana Finance Day в Нур-Султане представители компании выразили готовность работать с операторами связи над внедрением 5G, чтобы ускорить процесс цифровизации в Казахстане. Huawei продолжит обслуживать индустрию информационно-коммуникационных технологий в Казахстане и совместно строит цифровой хаб, чтобы приносить пользу жителям страны и расширять возможности партнеров. На рынке Казахстана наша компания присутствует с 1998 года. Выходит, что уже 24 года. С первых дней мы тесно сотрудничаем с казахстанскими операторами связи и правительством. Мы помогали при строительстве базовых сотовых станций, а также оказывали содействие в развитии рынка мобильных телефонов. Такие решения у нас представлены в восьми регионах Казахстана. Все эти проекты, конечно же, помогают развивать нашу страну в точной ренте цифровизации, потому что инфраструктура – это основа, где это все будет храниться. Североказахстанская область продолжает активно наращивать собственное производство – от продуктов питания до строительных материалов. До конца года инвестор построит завод электрощитового оборудования и вложит в него 7 миллиардов тенге. На территории специальной экономической зоны Казалжар тоже возведут предприятия по выпуску строительных компонентов. По словам Акима, в этом году в районе планируют реализовать 19 важных инвестпроектов на 36 миллиардов тенге. Особое внимание уделяет развитию сельского хозяйства. Идет активная реализация программы по строительству молочных ферм. Представители оформляют льготные кредиты. В прошлом году запустили 10 молочных заводов. В этом построят еще 11 таких комплексов. Среди масштабных и важных проектов – современный тепличный комплекс, который построят в Петропавловске. Теплица будет выпускать свыше 2000 тонн огурцов и помидоров и покроет потребности местного рынка на треть. В конце мая заработал новый кирпичный завод. Инвестировано 1 миллиард 800 миллионов тенге. Создано 80 новых постоянных рабочих мест. Завод выпускает до 40 миллионов кирпичей в год. Закроет 30% потребности области. В июле запускаем завод автоклавных газоблоков и завод железобетонных изделий. Вся эта продукция будет использоваться при строительстве жилья. Белорусское море – голубая жемчужина. Самый крупный курорт республики Нароч привлекает тысячи туристов. Кристально чистая вода, минеральные источники и хвойные леса помогают поправить здоровье. На Рочинском крае несколько здравниц. В каждом каждый год отдыхает около 12 тысяч человек. Путевки на летний сезон скупаются еще в апреле. Сейчас горящий тур можно приобрести, только если кто-нибудь откажется от поездки. На выбор десятки оздоровительных процедур. Сутки в стандартном номере с лечением и питанием для белорусов обойдутся приблизительно в 3200 российских рублей. Иностранцам придется заплатить чуть больше – около 5600 рублей. Туристам Нарочи предлагают различные экскурсионные маршруты. Работают несколько десятков агроусадеб. Белоруссия и Россия наращивают совместное производство. Ограничения Запада дали возможность выстраивать новые интеграционные связи. Страны сотрудничают в машиностроении, легкой и пищевой промышленности, микроэлектронике, науке. Россия – основной рынок продажи белазов. Сейчас и главный поставщик деталей. Конструкторы завода практически отказались от импортных запчастей. Половина комплектующих с российских предприятий. Новую модель представляют на форуме регионов. Еще один современный продукт – аппарат дистанционного зондирования. Работает в космосе. С орбиты снимают объекты на Земле размером полтора метра. Разрешение самое высокоточное в мире. В разработке новый современный спутник. Снимки с орбиты станут еще крупнее размером с лист А4. Создатели предполагают, что аппарат будет одним из самых перспективных в мире. Сырье российское, ткани белорусские. Новые партнеры и в легкой промышленности. Минское текстильное предприятие начало сотрудничать с московской компанией. Она поставляет шерсть для пряжи и ткани. По задумке российских дизайнеров, в Беларуси пошьют капсульные коллекции одежды. Курс кооперации на импортозамещение. Особенно в отраслях критического импорта. Специалисты уже проанализировали возможности предприятий союзного государства. Результат – больше десятка предложений. На их воплощение России выделят Беларуси полтора миллиарда долларов. Данный карьерный самосвал, если суммировать белорусско-российские комплектующие материалы, практически 100% является продуктом союзного государства. Это максимальная доля, которую мы достигли за много лет. В одиночку мы такое не сделали. Российская сторона делает саму космическую платформу спутника. Белорусская сторона – это создание полезной нагрузки, программное обеспечение, программное обеспечение в части обработки информации, научное сопровождение. От всего объема экспорта рынок Российской Федерации составляет в районе 80%. Мы видим существенный рост спроса на нашу продукцию. Многие клиенты, которые раньше работали как с турецкими тканями, так и с китайскими, плюс с европейскими, переориентируются на нас. За счет того, что мы можем предложить адекватную цену, с нами проще логистика, ну и качеством мы ничем не уступаем. Банк России представил новую банкноту в 100 рублей. О нововведении сообщается на сайте регулятора. Тема оформления купюры в оливково-оранжевой гамме. Москва и Центральный федеральный округ. На лицевой стороне изображены Спасская башня Московского Кремля, здание МГУ на Воробьевых горах, Останкинская башня, на оборотной стороне Ржевский мемориал. Банкнота содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре, отмечается в сообщении. На ее лицевой стороне имеется QR-код, ведущий на страницу Центрального банка с информацией о признаках подлинности. Новые банкноты будут находиться в обращении наравне с существующими 100-рублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов, добавили в Банке России. Ранее сообщалось, что согласно планам ЦБ, в 2023 году в обращении поступят модернизированные банкноты достоинством в 1000 и 5000 рублей, в 2024 году – 500 рублей, а в 2025 году – 10,50 рублей. Плавучие дома, которые на протяжении десятилетий наблюдаются на реке Нил, давно стали местной достопримечательностью. Однако уже совсем скоро они исчезнут. Такое решение приняли египетские власти. Это один из пунктов нового плана по благоустройству территорий набережной. Распоряжение о выселении получили жильцы около 30 оставшихся построек. Они ситуют на то, что альтернативное жилье им не предоставили. Причем о сносе их предупредили слишком поздно – менее чем за две недели до его начала. Этого времени не хватает на то, чтобы попытаться обжаловать решение в суде. В Евросоюзе убеждены, что его транспорт не должен выбрасывать в атмосферу газа и вызывающий парниковый эффект. Поэтому страны-члены договорились прекратить к 2035 году продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Предполагается заменить их за 13 лет электромобилями. Граждане отреагировали положительно, но с некоторым скептицизмом. Фракция «зеленых» в Европейском парламенте приветствовала предстоящий отказ от двигателей внутреннего сгорания. Страны-члены Евросоюза согласовали и другие ключевые элементы пакета экологических мер. Они, однако, приняли ряд исключений поправок, которые смягчают первозначальное предложение Брюсселя. Теперь предстоят трудные переговоры между тремя европейскими институтами власти – парламентом, советом и комиссией, чтобы утвердить это соглашение, призванное предотвратить изменения климата планеты. «Очень важно назначить 2030 год символической датой, чтобы автопроизводители знали, когда заканчивать выпуск запчастей и комплектующих. Пора прекратить разработку технологий, которые умирают. Но важно, что уже объявлен крайний срок». В Италии становилась засуха сильнейшая за последние 70 лет. Количество осадков сократилось вдвое по сравнению с средним показателем последних трех десятилетий. Нехватка воды часто отмечается в центральных и южных районах страны. Но в этом году, по данным местных ученых, на севере зимой и весной выпало значительно меньше осадков, чем обычно. При этом генерального секретаря управления Рекипо у засухи есть и другие причины. Сильнее всего пострадала обширная территория вдоль крупнейшего в стране Рекипо ее притока. Председатель Парамского сельхозконсорциума объясняет, что это грозит тяжелейшими последствиями для здешнего сельского хозяйства. В Ломбардии в связи с засухой уже объявлен режим чрезвычайного положения, что может коснуться всей страны в конце июля. Планируется ввести строгие меры, направленные на ограничение расхода воды. «Это фатальное стечение обстоятельств. Зимой выпало на 70% меньше снега, чем в предыдущие годы. Потом 4 месяца не было дождей. А температура на 3,25 градуса выше средней для этого времени года. Сейчас конец июня, но погода стоит как в середине или даже в конце июля». «Мы оказались в драматической ситуации. В самой серьезной чрезвычайной ситуации за последние 70 лет в провинции Парма и во всем регионе. Если ничего не изменится, мы, давали, сможем обеспечить ирегационные услуги, что с большим трудом удавалось нам в эти дни». Редактор субтитров А.Семкин